Прятаться в любви Прятаться в любви Бога Вы знаете, в нашем мире иногда бывает так, что все перекручивается задом наперед, вверх тормашками Знакомо вам такое название? Вверх тормашками Иногда бывает такое, что мы попадаем в те или иные ситуации, когда классно было бы, чтобы мы знали, как правильно делать, что зачем делать, как поступать в тех или иных ситуациях Как классно, когда мы где-то, например, выступаем на каком-то служении, где-то на лагере, и мы знаем, когда выступать И как тяжело бывает, когда есть творческие люди в коллективе, особенно если это руководитель Я творческий, и я руководитель, и я знаю, как со мной бывает тяжело Потому что бывает, вот мы уже вроде как спланировали, и потом взял и все заменил на ходу И мне все, ну зачем, говорят Я говорю, ну извините, но мне показалось, что так вот будет лучше в этот момент И вроде бы как все счастливые, а те думают, ну зачем менять этот порядок? По порядку же хорошо Оно в нашей жизни, знаете, вот действительно гармония и больше радости и покоя Когда вот все мы знаем, как вот оно идет Когда вот все складывается так хорошо И когда мы понимаем, что вот сейчас, опять же таки, мне стоит сделать это, а потом будет это, и все будет прекрасно Очень интересную историю прочитал об одной сделке Я люблю вообще читать о сделках В прошлом я имел дело немножечко с бизнесом и со сделками, да И мне нравится вообще иногда изучать сделки Особенно вот такие интересные В 1867 году, друзья, была сделка между Соединенными Штатами Америки и Российской империей И знаете, иногда мне кажется, что еще тогда, хоть товарища Задорного не было Возможно, для многих эта фамилия знакома Особенно те, которые уже такие пожилые, как я, которые уже, ну типа как 90-е вот это все помнят немножко В общем, это мужчина, который смеялся с американцев Это юмор его построен был на том, что он говорил, американцы, простите, тупые, да Вот эти, они глупые такие вот люди И думаю, это даже еще в помине этого человека не было Но такое впечатление, что еще тогда Вот россияне считали, что американцы какие-то, ну немножечко туго у них с головой, видать Потому что хотят купить кусок земли Большой кусок земли Но абсолютно никому не нужный Ну как бы глупо покупать землю, где нету нормальной жизни Ну может быть там красивые пейзажи, но толку с них Фоткаться тогда еще для Инстаграма не было смысла, поэтому, ну зачем И поэтому продали россияне, американцам кусок земли, да Который называется, нам он известен как Аляска И думает, вот это мы, конечно, красавчики Вот это ребята на Западе заработали-то мы как на ненужные вещи Вот только потом оказалось, я думаю, многие знают эту историю Спустя определенное количество времени, причем немного времени прошло Как что оказалось, что золото там, тысячи тонн Ну тысяча тонн точно там было золото И по эквиваленту, вот к 2005 году, говорят, это в долларах становило около 14 миллиардов 13-14 миллиардов долларов И, наверное, когда вот это было, это причем не все полезные ископаемые Там еще много всякого разного и возможностей вот этой местности Вот этого куска земли под названием Аляска Они вот реально безграничные Там еще столько, говорят, можно искать Искать там и уголь и все остальные полезные ресурсы И, наверное, в этот момент западные наши сограждане Я про американцев сейчас смотрят на россиян и говорят Ну как бы да, ну сглупили, ребята, ну извините И неприятное чувство, наверное, было у тех, кто когда-то думал, что они в выигрыше Просто порядок изменили Нужно было сперва вот просчитать, сперва проверить, просмотреть А потом заключать сделку В данном случае американцы в правильном порядке последовали И имели успех Оказались в выигрыше Оказались победителями У каждого из нас в жизни бывают такие моменты Когда мы принимаем какое-то решение И потом иногда вот жалеем, потому что надо было по-другому Перепутали порядок какой-то Я думаю, для многих из нас известно выражение Любовь по расчету И ты так думаешь Вот я читал тоже специально статью про тех, как они называются, альфонсы Про вот этих вот мужчин, которые живут за счет женщин богатых Очень потешно, конечно, читать Как мужчины приловчились пользоваться женщинами состоятельными Для собственного счастья, материального, по крайней мере И ты думаешь Вот они подходят к моменту взаимного обещания Ты думаешь А вот действительно ли женщина верит в то, что этот мужчина ее любит или нет Или им, их обоих устраивает вот эта вот недолюбовь Так называемая И вот одна из историй, да, про Ирину Билык Я читал и про Дику Сара Парень, молодой ему было 20 лет Познакомились на проекте танцевальном С Ириной Билык В тот момент она была очень популярная, очень известная, очень богатая И прям роман, ну куда там Я вот думаю, все же обсуждают И так понятно, что все обсуждают эти отношения Вот, а они вроде бы как счастливы И конечно, ну в их случае так получилось, прошло время И они расстались Я не знаю, были ли они счастливы вдвоем И типа обе страны получили, что хотели или нет Но мне кажется, вот порядок изменен Ведь по сути, ожидая любви Ожидая любви Человек может получить и материальное счастье И духовное счастье То есть и любовь настоящая, и материальное богатство Тогда, когда порядок правильный Когда мотивы правильные Когда сперва реально чувство и любовь А потом вместе вы строите счастье А когда оно перепутывается местами Когда сперва Вот хочу материального А кто знает, может стерпится, слюбится Может я полюблю человека еще Может быть женщины порой думают Ну, как бы окей Сейчас у него мотивы не те Но я ведь хорошая женщина И он меня полюбит Но порядок меняется Когда с самого начала Когда изначально мы понимаем Что идем не по правильному пути И стали не на те рельсы Потом бывают большие проблемы, друзья И тема наших сегодняшних размышлений Звучит Катастрофа неправильного порядка Или Любить не по расчету Я хотел бы сразу сказать Очень интересный и важный Месседж, объявление Которое нарочно не договорил Наш дорогой Илья У нас в Киеве Очень скоро будет проходить крещение И 20 июня, между прочим И я знаю, что Возможно Некоторые С детства в церкви уже И долго думают об этом Я знаю, что Есть много Большинство из нас Тех, кто уже заключили завет с Богом И я знаю, что есть те Которые Вот Хотят Колеблются, переживают Я думаю, для нас всех Будет очень интересно Понять вообще А Что такое крещение Мы понимаем А вот откуда оно Вообще взялось Откуда оно взялось И что Мы, как верующие люди Часто Путаем Меняем местами И Из-за чего происходит Масса Духовных катастроф Как вы думаете Откуда взялось Вообще Такое Явление Как Крещение Конечно же Самый правильный И логичный Ответ Это что Все вот Появилось От Иоанна Крестителя Даже Вот зовут его Иоанн Креститель Известный Библейский персонаж Который Жил во время Иисуса Христа Который был рожден Немножечко Ранее Иисуса И который Призывал К окрещению Давайте Мы прочитаем Эти тексты Из Марка Первой главы Марка Первая глава Четвертый И пятый Тексты Явился Иоанн Крестя в пустыне И проповедуя Крещение Покаяния Для прощения Грехов И выходили К нему Вся страна Иудейская И Иерусалимляне И крестились От него Все в реке Иордане Исповедуя Грехи Свои Вообще Это было Очень интересное Зрелище Ян Креститель Как вы Многие знаете Он был Очень такой Внешности Необычной Если бы Сегодня Он вышел Сюда за кафедру То многие бы Посчитали Что лучше Уже Верните Олега С его Прической Исусным галстуком Чем вот этого Молодого человека Который Не воспринимается Для многих Но было В нем Что-то такое Что действительно Людей Привлекало И толпами Но интересно Что Вот он Действительно Крестил Очень большое Количество Людей К нему Приходили Разные Люди С разных Сословий Но Он-то Откуда Это взял Было ли Это вообще На каком-то Библейском Основании На основании Танаха В то время Еще Библии Как сейчас Не было Но Но было Писание Которое Люди Того времени Очень ценили Уважали Было ли Это Мотивом Писания Либо же Это Иоанн Креститель Сам такое Придумал Слушайте Как здорово Вот интересно Будет Оп так Всех погрузить И вот И там потом Смерть для греха И так далее Это Интересный Вопрос Вы знаете И долго У меня не было На него Ответа Мне Слава Богу Господь Открыл Через Определенных Людей Через Слово Божье Также То есть Через Людей Которые Показали Слово Божье Некоторые Очень Интересные Моменты Я думаю Для каждого Это Сегодня Будет Интересно И Полезно Еще В Пятикнижи Моисея Или В Торе Есть Книга Левит Которая Как мы знаем Пропускается Как правило Всеми Кто желает Прочитать Библию От начала до конца От бытия до откровения Она либо пропускается Либо на Левите Как правило Это чтение заканчивается Ну бывают те Которые Очень Уверенные Настырные И они читают Все очень Так вот Целенаправленно В том числе Скрупулезно Да в том числе И книгу Левит Читают В книге Левит Впервые Появляется Слово Омыться Омовение От Нечистоты Оно появляется Впервые В книге Левит Но интересно Что это не было Единоразовым Каким-то омовением Это было То что связано С нечистотой Нашего Физического Нашего тела Когда У мужчины Определенные Физиологические Процессы Там совершались У женщины В том числе И Это было Нормально И понятно Для людей Да Но в тот же Самый момент Друзья Еще тогда Уже был И духовный Оттенок Духовный подтекст Потому что Когда благословляли Аарона Вы я думаю Многие знаете Это брат Моисея Аарон Он был Священником Главным И когда Вот на первосвященническое Служение Благословили Аарона То тоже было Омовение Это интересно Но дальше Когда мы идем Мы Еще одну Очень интересную Историю Наблюдаем В Библии Но перед тем Как Давайте я Сразу ее скажу Хорошо Это история Неймана Военачальника И Маленькой Девочки Нейман Был Прокаженным Проказа Это была На то время Неизлечимая Болезнь И Девочка Маленькая Видя Как ее Хозяин Она была Рабыней У этого Служанкой У этого Неймана Вот как он Страдает Как семья Страдает Видя Что он Хороший Действительно Муж Муж Мужчина И Она Наверное Полюбила его Наверное Либо Это было Действительно Такое у нее Воспитание Невероятное Этой девочки Что она Того человека Который Забрал ее От семьи Не знаю Он от семьи Забирал Или она Уже Была Без семьи Когда он Взял ее С войны Но факт В том Что она Была В чужой Стране И вот Она Дает Ему Весть Говорит Можешь Пойти К нам На родину Ко мне И там Есть пророк Божий Который Может Тебя Исцелить Мы Не будем Долго Останавливаться На этой Истории Но тут Важно Просто Подчеркнуть Вы Помните Что Нейман Когда пришел В итоге К Елисею Елисей Что ему Сказал Он ему Сказал То Чего Нейман Уж точно Не ожидал Нейман Рассчитывал Что сейчас Так как он Вот такой Богатый Человек Влиятельный Серьезный С огромными Подарками Там было Тоже Огромную сумму Денег С собой Привез Он готов Был ее Подарить Абсолютно Я сейчас думаю Сейчас почести Выйдет Елисей Оказывать А он Выходит И говорит Пойди Омойся В реке Семь раз И вы знаете Что было Сперва Много Да Да Слуга Вышел Неймана И Елисея Простите Слуга Елисея Вышел Нейман Был возмущен Такой реакцией Но в итоге Его Слуги Слуги Неймана Уговорили Его послушать Ну давай Ты уже Столько всего Сделал Столько всего Проделал Путь далекий Прошел И так далее Ну давай Ничего не теряешь Ничего не теряешь И Нейман Все-таки Послушался Омылся В реке И очистился Полностью От проказа Но Еще более Интересны Для нас И важные Друзья Тексты Как раз Мне кажется На основании Которых Иоанн Креститель В свое время Начал призывать Людей К покаянию Через Водное Крещение Это Тексты Из книги Пророки Исаии Исаия Первая Глава Исаия Первая Глава И здесь Мы Прочитаем С четвертого Текста Говорится Так Увы Народ Грешный Народ Обремененный Беззакониями Племя Злодеев Сыны Погибельные Оставили Господа Призрели Святого Израилева Повернулись Назад Эти слова Обращаются К израильскому Народу Через Пророка Господь Через Пророка Обращается К израильскому Народу С этими Словами И здесь Очень важный Момент Есть Друзья Здесь Есть Очень Важный Момент Интересно Что мы Сейчас Точно Так Как и Многие Люди Времен Иисуса Христа Они Были Убеждены Что Грехи Что Вот Грешить Это Есть Какое-то Действие Плохое Да Вот мы Сделали Плохой Поступок Вот мы Согрешили И мы Обязательно Получим За него Наказание Мы Обязательно Должны Четко Исполнять То Что Написано В Библии И если Мы будем Четко Исполнять Все Тогда Мы Сможем Иметь Возможность Получить Прощение Тогда Мы Сможем Иметь Возможность Прийти К Господу Сблизиться Заключить С Ним Завет Есть Другая Крайность Есть Крайность Когда люди Говорят Что Послушай Тебе Вообще Ничего Не нужно Потому Что Есть Понятие Предопределения Такое Вот Если Господь Тебя Предопределил То Как бы Ты Будешь Прощен И Спасен Если Нет Хоть Головой Об стену Хоть Ты Три Раза Крестись Или Что Ты Хочешь Делай Нет У Тебе Шансов Получить Вечную Жизнь Что Интересно Что Вот Это И та И другая Позиция Они Неправильные И они Опасные Со Второй Понятно Мы Понимаем Что Это Не так Потому Что В Библии Идея Предопределения Не заложена На основании Многих Текстов Мы Это Видим Но Вот Этот Момент Друзья Который Все Таки Как ни Крути У Нас В Крови То Что Вот Я Сдел Плохой Поступок Это Должен Исправить Это Обязательно И вот Когда Я Исправлю Этот Плохой Поступок Когда Я Начну Уже Вот Вести Образ Жизни Такой Чтобы Быть Достойным Вот Тогда Я Приду Господу Вот Тогда Я По Настоящему Смогу Получить Прощение И Здесь В этом Тексте Исайя Показывает Другой Окрас Понятия Вообще Греха Он Говорит Оставили Господа Призрели Святого Израилева Повернулись Назад Исайя Который Жил За Несколько Столетий До Рождения Иоанна Крестителя Он уже Тогда Говорил Что Послушайте Грех Это В первую очередь Не просто Поступок Грех Это Это Реально Нарушение Отношений Если Ты Хочешь Быть Праведным То Ты Идешь В направлении Господа Тянешься К Богу Если Ты Поворачиваешься Назад Разворачиваешься От Бога То Там Речь Идет Не о Каком Одном Поступке Речь Идет О Твоем Выборе Ты Против Бога Ты Идешь В Противоположную Сторону Отношения Твои Нарушены Любовь По Расчету Понимаете С Господом С Иисусом Также Есть Любовь По Расчету И что Самое Страшное Как много Верующих Друзья Любят По Расчету Смотри Иисус Я вот Буду Вот это Делать Ну Как Ты Говорил Я буду Следовать Вот это Все Исполнять Все Четко Но Как бы Я более Менее Смогу Ведь не все Так тяжело Как кажется Я смогу А ты Господи Ну конечно Мне Вечную Жизнь И вроде Неплохая Сделка Но порядок Вообще Абсолютно Неправильный Катастрофа Неправильного Порядка Здесь Налицо Друзья И сейчас Постараемся Понять Что Именно Здесь Неправильно Представьте Израильский Народ Считает Себя Избранным Считает Себя Святым Но Господь Здесь Говорит Дальше С пятого Текста Сай первой Главы Вот он сказал Да что они Обременены Беззаконием Племя злодеев Сыны погибельны И дальше он говорит Во что Вас бить еще Продолжающее Своё упорство Вся голова В язвах И Все сердце Исчахло От подошвы Ноги До темени Головы Нет у него Здорового места Язва Пятна Гноящиеся Раны Неочищенные И необвязанные И не смягченные Елеем Вам это ни на что Не напоминает Друзья Проказа Духовно Прокаженные Люди Духовно Прокаженные Люди Это те Которые Сбились С правильного Направления Которые Перепутали Порядок Которые Пытаются Следовать Указаниям Которые Говорят Вот смотри Господи Я вот буду Вот так и так Я не буду грешить Но потом Понимаешь Что тяжело Не получилось Да ну его все Разворачиваются От Господа Идут в противоположную Сторону Падают Царапают Свое тело Все в ранах Они уже гноятся А они думают Что ну ничего Я же как бы иду Я доберусь И не понимают Проблемы Вот этих вот отношений И Господь И Господь говорит Сколько можно К вам еще Взывать Ну что бить вас Ну какой смысл Вы и так Все уже Изранены Представьте себе Если бы у вас был Ребенок Которому вы говорите Послушай Чтобы тебе было Классно Чтобы тебе было Здорово Я советую тебе Делай так Делай так Не Не одевай Ролики Без шлема Пока ты немножечко Еще хотя бы Не научился кататься Пятилетнему ребенку Говорит этот родитель Ребенок Самокат Подсказывает Саше А ребенок Говорит Мам Ну зачем Это Зачем Это Зачем И ребенок Едет на этих роликах Падает Там ссадина Там коленка разбита Там голова разбита И Родитель смотрит Ну скажи Ну что ему Бить тебя Ну что Ремнем давать По тому месту Которое и так Уже все в ранах А ведь нужно Действительно Понять Друзья Нам сразу Что Указания От Господа Идут Из-за любви А не из-за того Что я хочу Чтобы ты был Послушан Потому что Тогда мой авторитет Поднимается Как родителя Потому что Не дай Бог Кто-то меня не послушает А вот эти люди Подсмотрят Мой авторитет Пропадет Господь никогда Не говорит Что-то нам делать Для того Чтобы поднять Свой статус Он просит Он просит Из-за любви Но он прекрасно Понимает Друзья Что Когда мы Беремся за это Своими силами То однозначно Будут сплошные раны Гнойные раны А радости Счастья не будет Спасибо Уже есть Спасибо Это не Библия На зарядке Бумажная И смотрите Что говорит Дальше Господь Через пророка Своего Он говорит Про отношения Послушайте К чему мне Множество Жертв Ваших Говорит Господь Я присыщен Всесожжениями Овнов И туком Откормленного Скота И крови Тельцов И агнцев И козлов Не хочу Вы понимаете Да Что на то время Существовала Система Жертвоприношений Которая Должна была Указывать На спасительную Жертву Христа На Голуговском Кресте Но Израильский Народ До того Все напутал Что он Делал Жертвы Вот эти Все совершал Потому что Думал Что смотри Как здорово Боже Все понятно Все просто Окей Ты говоришь Отношения Завет Хорошо Нужна жертву Не вопрос Я приношу жертву Делаю Все от себя Вроде бы Как зависящее Да Не понимая сути И Господь говорит Послушайте Зачем мне Это все Зачем мне Все то Что вы сейчас Делаете Он говорит Когда вы Приходите Являться Пред лицо Мое Кто требует От вас Чтобы вы Топтали Дворы Мои Не носите Больше Даров Тщетных Курение Отвратительно Для меня То есть Благовонное Вот это Курение Которое В храмах Тогда Производили Священники Новомесячие И суббот Праздничных Собраний Не могу Терпеть Беззаконие И празднование И дальше Он говорит Новомесячие Ваши праздники Ваши Ненавидит Душа Моя Они Бремя Для меня Представьте Вот все то Что Израильский народ Делал Вроде бы Как служение Вроде бы Как Что-то там Старается Своими силами Делать А Господь Говорит Это для меня Тяжело Не надо Этого И дальше Послушайте Пятнадцатый Текст И когда Вы простираете Руки ваши Я закрываю От вас Очи мои И когда Вы умножаете Моления ваши Я не слышу Ваши руки Полны Крови Когда Все Перемешивается Порядок Отношений С Богом Перемешивается Когда Мы Сами Пытаемся Что-то Своими силами Делать Не понимая Для чего Для кого И не понимая Мотивов То вот В том Случай Когда Жертву Приносили Израильтяне Господь Говорит Послушайте Ваши руки Полны Крови Вы Не жертву Не приносите Вы в данном Случай Просто Животных Режете Господь Сам Сказал Израильтянам Это делать Но Когда Это делается Без осознания Без правильного Мотива И когда Вперед Идут Вот наши Дела Наши старания Вот Господи Я сейчас Буду максимально Хорошим Здесь Не понимая Как бы Как все Работает В духовном Плане То это Просто Кровопролитие А не Жертва В наше Время Друзья Никто Не убивает Животных В цивилизованном Современном Мире Наша Жертва Это вот Прийти сюда В частности Как одна из Одна из составляющих Жертв для Бога Прийти сюда На служение Мы сюда Приходим Мы поем Господу Песни Мы молимся Мы приготовили Пожертвования Даже для Него И порой Бывает так Что Господь Смотрит на это Все и говорит Послушайте Ну давайте На чистоту Ну для кого Это все Когда Вы это делаете На всякий случай Или порядка ради Воспитаны Были так То есть Вы делаете Форму определенную Вы вроде бы Как и рот Открываете Вроде бы Как и даже Двойную десятину Там жертвуете Мне это все Не нужно Поймите Если Если это Не с правильными Мотивами Если вы не из-за Любви Если вы не поняли По-настоящему Что такое Любовь Что я вас люблю Реально Не из-за это Что вы Если вы даже Этого не делали Все равно Вас любил И что в этом Ваша Сила и радость Христианской жизни То тогда тяжело Вам будет Поверьте Мне это не надо И дальше Смотрите Как говорит Господь Решение Какое решение Вот когда напутано Когда мы пытаемся Своими силами Что-то заслужить И в контексте Завета с Богом В контексте крещения Самая большая ошибка Распространенная В нашем время Друзья Это когда Молодые ребята А порой уже И вполне Зрелого возраста То есть взрослого возраста Говорят Ну я же еще Не совсем Как бы достиг Вот Ну мне же еще нужно Позакрывать Мои вопросы Я недостаточно Хорош Мне еще Немножечко Вот жертв Нужно доприносить Мне еще нужно Вот это вот Оставить Свою плохую привычку Да И Все говорят Ну да конечно Надо оставить И порой В церкви говорят Ну да Ты недостоин Куда ты Крещение Подожди Но чаще всего Мы сами Себе накручиваем Друзья Вот нужно еще Вот эти моменты Порешать И вопрос С кем ты будешь Их решать Эти вопросы Самостоятельно И теперь Обратите внимание Правильный порядок Вещей Пророк Исаия Пишет Омойтесь Очиститесь Удалите Злые деяния Ваши От очей моих Перестаньте Делать зло Обратите внимание Друзья Это очень важный момент Не перестаньте Делать зло Омойтесь Очиститесь Омойтесь Очиститесь Перестаньте Делать зло То есть Понимаете, о чем идет речь? Если вы не решаете развернуться обратно к Господу, если ваше покаяние – это просто лишь слова, что, ну, Господи, ну вот, прости меня, и как бы и все, я дальше буду сам страдать, мучиться, набивать шишки, но не из-за того, что понял, что ты любишь меня уже сейчас и хочешь, чтобы я жизнь свою посвятил тебе уже сейчас, из-за любви, и это любовь – мотив потом моих изменений в жизни. Нам будет очень тяжело, друзья. Вы знаете, чтобы вы сразу правильно поняли, я хочу оговориться здесь. Речь идет о том, что церковь должна одобрять крещение, заключение завета с Богом, этот серьезный шаг, знаете, так вот, безрассудно. Вот на эмоциях пастор проповедь сказал, сейчас делает призыв красивый, человек вышел, потрясающе. А там, как бы, пускай уже потом разбирается. Конечно, нет, но по правильной библейской концепции, друзья, без как раз силы Господа и без нашего решения посвятить свою жизнь Ему, при свидетелях в том числе, сказать, да, Господи, я делаю этот шаг, я разворачиваюсь обратно, вот весь вот в этих царапинах и ранах, и хочу обратно идти к Тебе, я хочу омыться, чтобы Ты меня омыл, Господи, и чтобы я вышел из этой воды обновленный для новой жизни, заряженный Твоей силой, тогда будут проблемы, которые случаются очень часто. И знаете, как это обычно происходит в христианском мире? Не так много шаблонов, которые чаще всего в жизни случаются. Это либо же человек настолько устает барахтаться со своими силами без Господа, что в итоге разочаровывается потом и уходит в принципе из церкви. либо же он продолжает достигать вот этого идеала, той планки, которую он себе поставил, а зачастую это высокая, завышенная планка, что я должен быть вот настолько хорош, и тогда Господь сможет меня простить, и тогда я буду готов вот к чему-то. И он вот карабкает, карабкает, потом в итоге все равно у него не получилось, он думает, ну ладно, ну давайте, давайте все-таки это уже сделаем. Его кто-то там уговорил или что, он вот это сделал, и все равно не поняв сути, и опять разочарование потом, потому что вроде бы как и крещение принял, а все равно проблемы остаются, и еще большая досада, потому что еще чувствует себя обманутым, потому что церковь призывала, давай, прими решение быть с Господом, а я вроде бы как там вот сам старался что-то изменить в своей жизни, не получилось, потом вроде пришел к Господу, но не понял ради чего и в какой последовательности, и опять проблемы. А Господь говорит, омойтесь, очиститесь, удалите злые деяния ваши, от очей моих, перестаньте делать зло, научитесь делать добро, ищите правды, спасайте угнетенного, защищайте сироту, вступайтесь за вдову, и потрясающий 18-й текст, друзья, тогда придите и рассудим, говорит Господь, если будут грехи ваши, как багряная, как снег убелю, если будут красные, как пурпур, как волну убелю, Господь готов очистить нас полностью от всех наших грехов, от плохих привычек, он готов исцелить наши израненные сердца, он знает, как мы устали, он знает наши зависимости, каждого из нас, того, кто еще не заключил завет с Богом, и того, кто уже в завете, но у него до сих пор есть зависимости. Вы даже не представляете, сколько сообщений личных я получаю от ребят, от девчонок, от парней, которые просят, пожалуйста, сними видео там, сними видео на тему, как выйти из порнозависимости, как бороться с грехом мастурбации, как оставить плохую привычку, бросить курить. Люди бьются своими силами безрезультатно, а как перестать материться? Ведь я подсажен на это, и не получается. А Господь говорит, послушай, тебе нужно развернуться просто ко мне и перестать истязать себя самому, и со мной это делать. Если ты чувствуешь, что конкретно грех вызывает у тебя отвращение, и ты хочешь его побороть, но ты хочешь действительно справиться с этим уже с Господом, и потом в заключении красиво заключить завет с Богом, как знак того, что я уже справился, молись, думай. Конечно, пастор не будет, знает массу открытых грехов, церковь знает массу открытых грехов, навряд ли будет крещение. И вы знаете, надо быть честными. То, как было во времена Библии, во времена Ветхозаветные, или будет более даже правильно сказать, новозаветные времена, первоапостольские времена, в плане крещения, это было немножечко по-другому, чем сейчас. Когда Иоанн Креститель крестил в Иордане, не было подписей, свидетельства веры, не было церковного порядка какого-то, был призыв, послушай, ты хочешь развернуться и идти навстречу Богу? Давай, сделай это, покайся сейчас в своих грехах, омойся и иди вперед. И, чтобы вы понимали, что это не просто я говорю, и Иоанн Креститель что-то сам выдумал. Иисус Христос, когда говорил указание своим ученикам, Матфея, 28 глава, вы прекрасно знаете эти тексты, послушайте, какой там порядок. 28 глава, Евангелие от Матфея, миссию, когда Иисус Господь оставлял для своих верных детей, послушайте, Он говорит, приблизившись Иисус сказал им, дана Мне всякая власть на небе и на земле. Итак, идите и научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что Я повелел вам. Смотрите, какой интересный порядок, правильный порядок. Господь говорит, расскажите людям Евангелие, научите их, что значит идти навстречу к Богу, что значит покаяние. Пускай они заключают завет со мной, пускай они омоются, пускай они заключат завет с Богом, чрезвотное крещение, и дальше вы будете вместе с ними, вот учите их соблюдать все. Видите, какой интересный порядок? Не достигается идеальный уже результат христианской жизни, что типа вот я достиг, я все уже соблюл, и тогда наконец-то я готов. Никогда человек не будет готов полностью без Христа, поймите, друзья. И вы знаете также историю о Филиппе из Деяния апостолов, из 8 главы. Мы не будем сейчас ее все полностью перечитывать, но история такова, что написано, Филиппу ангел Господень сказал, встань и иди на дорогу вот определенную, да? По этой дороге ехал язычник, человек не из израильского народа, но ищущий Господа. У него в руках было Писание. Открыта, кстати, книга пророка Исаии. Совпадение, наверное. Но когда Филипп к нему подходит, вот это проведение Господня совершилось, Филипп встречается с вот этим вот юношей, богатым, который пытается разобраться, эфиоплянином, да, который пытается разобраться в Писании, он до конца не понимает, он до конца не может понять, не может все понять до конца, но что-то влечет его сердце к Богу. И он, интересно, что открыл Писание на 53 главе книги пророка Исаии. И послушайте, многие знают, наверное, на память эти тексты, но послушайте, что там говорится. Это очень интересно и важно в завершении наших размышлений. Послушайте. Тексты из Исаии 53 главы. «Но Он взял на Себе наши немощи, Господь взял на Себе наши немощи, понес наши болезни, а мы думали, что Он был поражаем, наказуем и уничижен Богом, но Он изъязлен был за грехи наши и мучим за беззакония наши, наказание мира нашего было на нем, и ранами Его мы исцелились». Понимаете? И вот это все Филипп рассказывает, объясняет этому эфиоплянину, юноше. Эфиоплянин в тот момент, друзья, он понимает, он чувствует, вот по-настоящему чувствует любовь Господа. И он понимает правильный порядок. И он понимает и говорит Филиппу, послушай, что сейчас мешает мне креститься? Он говорит, веруешь в Сына Божьего? Веруешь в то, что Иисус Христос есть твой Спаситель? Другими словами, да? Он говорит, да, я верую в это. Вот есть вода, пошли, и он крестит его. Я понимаю, что сейчас все так не получается. Сейчас есть церковный порядок, его нужно уважать, друзья. Но, пожалуйста, давайте не будем биться самостоятельно, это путь в никуда. Господь говорит, послушай, если ты почувствуешь, что я тебя люблю даже вот в твоих грехах вот этих, потому что Господь прежде полюбил нас, до того, как мы еще даже приняли решение развернуться в его сторону, когда мы еще были спиной к нему, он уже нас полюбил и готов простить абсолютно все. Абсолютно. И последняя история. Она очень тронула мое сердце. Я услышал ее от одного хорошего пастора, моего друга. История о женщине, которая ходила в церковь и знала все, как правильно делать. Она понимала, что такое крещение и была подвержена вот этому стереотипу неправильного порядка. Она хотела достичь определенного идеала. Пастор, любящий пастор, он встречался с этой девушкой для того, чтобы изучать также вместе с ней Писание. Он приглашал ее на духовные вечера, которые он проводил. И девушка приходила. Она сама была врачом, эндокринологом. Ей нравились эти духовные размышления. И вот после ряда встреч пастор говорит, послушай, ты уже все, что нужно, знаешь. Я не буду давить. Когда захочешь, я тебя крещу. И эта девушка сказала, да, здорово, я хочу, я правда хочу. И так получилось, что они разъехались потом. И уже не были друг с другом рядом для постоянного общения, этот пастор и эта девушка. Определенная череда событий прошла в жизни у этой девушки. И она, с одной стороны, тянулась к Богу, но были трудности, переживания. Опять же таки, она, как и мы все, падала много раз духовно. И потом, что интересно, через два месяца звонок пастору. Эта девушка звонит и говорит, пастор Александр, я хочу, чтобы вы меня крестили. А пастор говорит, ну, я, конечно, успел подумать, как здорово, как мои духовные вечера повлияли. Говорит, но Господь не дал развиться моему тщеславию. И когда она приехала, она рассказала подлинную историю ее покаяния и принятия ее решения. Она говорит, что я действительно молилась Господу, действительно хотела принять это решение. Но у меня была проблема. Я курила. Я говорю, я брошу курить, вот я, когда брошу курить, тогда все получится. И говорит, и сколько я не пробовала, никак не получалось. Но потом случилось так, что в ее семье, ее сестра родила, ее сестра родила мальчика. И эта вот девушка, она очень полюбила этого мальчика, как родного сына. Но вот только через три месяца, через три месяца он заболел. И заболел очень серьезно. Когда она пришла к нему в больницу, она поняла, что все катастрофически плохо. И она начала молиться, как никогда. Молиться и говорит, Господи, ну пожалуйста, исцели моего племяшку. Я так его люблю, Господи. Его родители так его любят. Ты его сильно любишь. Исцели. И потом она словила себя на мысли, послушай, а вот я молюсь Господу, но не оставляю своей плохой привычки при этом. И говорит, Боже, я обещаю Тебе, я брошу курить. Только исцели. И вы знаете, вот под такими мощными мотивами она действительно бросила курить. Но говорит, этот грех настолько меня сильно тянул. Мне так этого хотелось. Так хотелось на физическом уровне, на духовном уровне к этому вернуться, что был такой случай, который я не забуду никогда. Я лежала вечером, уже ночь, по сути, была в своей постели, пыталась заснуть, не могла, потому что ее влекло вот это вот желание курить. Она говорит, уже все магазины в моем округе были закрыты. Дошло до того, что я выбежала из подъезда. Она жила в многоэтажном доме, выбежала из подъезда, начала собирать эти окурки, зажигать их и докуривать. И она говорит, какое безумие, понимала, я образованный человек здесь на корячках возле своего подъезда ночью, разбитая своей привычкой вот этой, и неспособностью противостоять искушению, неспособностью справиться с моим грехом. Она опять начала курить. Мальчик рос, он выздоровел, кстати, тогда, когда вот она бросила курить. Эта девушка почувствовала взаимосвязь, она была счастлива. Прошло пять месяцев, и мальчик опять заболел очень сильно. В этот раз у него была проблема с ребром, ему сделали операцию очень серьезную, и знаете, после операционный период его вот так вот растянули, он был маленький, представьте, восемь месяцев ребеночку. Это вот детская кроватка, и мы сделали такую растяжку, знаете, чтобы в определенной позе он должен был находиться, чтобы там все правильно зажило. И она говорит, я прихожу вот в эту палату к этому ребеночку, и я смотрю, он улыбается, он так радуется меня видеть, он узнал меня, потому что, ну, успел полюбить. И она говорит, я его так счастливо видеть. Вот этот маленький мальчик лежит в этой вот кроватке детской, она, знаете, с вот этими, ну, типа как прутиками, детская кроватка, лежит, и папа рядом сидит ее, и туда так, с болью, по-доброму, сам, наверное, пытаясь себя развеселить, отец обращается к мальчику и говорит, за кого сидишь? Вы знаете, как в тюрьме он смотрит, за кого сидишь? А девушка это говорит, а мне слышится, послышалось другие слова, мне послышалось, за кого висишь? За кого висишь? И вы знаете, в этот момент я спрашиваю, за кого? И понимаю, что за меня. За меня там висит. И говорит, мне стало так больно, мне стало так стыдно, потому что я не смогла свое обещание сдержать. И потом говорит, мне дополнительный вопрос приходит. В моем сознании приходит Голгофа, Иисус на кресте, и вопрос к Нему, за кого висишь? И говорит, я понимаю, что за меня, за мои грехи, понимаете, я его распила, говорит, я распила Иисуса. Ну, знаете, говорит, меня поразило, меня разбило мое сердце не это, а разбило мое сердце то, что я поняла, что в контексте Евангелия Господь вот с моими грехами, с моей этой привычкой, которую я не смогла сама побороть, Он все равно меня любит и радуется мне. И радуется мне точно так же, как вот этот маленький мальчик, который там вот на этой койке, понимаете. И говорит, это просто разбило мое сердце в хорошем смысле этого слова. И я поняла эту безусловную любовь. И я оставил эту привычку. И потом, говорит, когда я вот приезжала на повышение квалификации там и была в мирском кругу, многие девушки, парни выходили курить, дорогие сигареты, и вновь вот этот дым ко мне приходил, и было такое желание порой, чувствую, что есть желание вновь, но вспоминаю, как сильно любит, вспоминаю, как сильно любит меня Иисус, на что Он пошел ради меня, когда я была еще грешницей, и говорит, просто не могу, вот просто не могу закурить. Я думаю, если бы сегодня вот мы расставляли правильный порядок в нашем христианстве, если бы мы говорили, послушай, приди к Иисусу сейчас, покайся, не пытайся своими силами, пытайся, понять, осознать, что Господь тебя уже любит. Не нужно достигнуть определенного уровня, чтобы Он полюбил, уже любит, и говорит просто, давай вместе со мной, и у тебя все получится. Поэтому сегодня, друзья, пусть каждый из нас скажет, так сильно любишь, Господи, что не могу курить, так сильно любишь, что не могу вновь купаться в своем эгоизме и в своей гордости. Ты так сильно любишь, Господи, что не могу лазить по вот этим сайтам. Не могу, Боже, вместе с Тобой я пройду через все преграды, Ты залечишь мои раны, и мы будем, выйдем вместе с Тобой победителями. Пускай нам поможет в этом Господь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok